8 декабря. Пирамида. Кажется, что пожары для республики давно стали обычным делом и все чаще с жертвами. Этот инцидент прогремел на всю республику. Из-за неправильного использования электрооборудования в Арском районе сгорели два дома, два сарая и гараж. Хозяин погиб. А это последний самый крупный пожар в Казани. Прямо рядом с университетом горят офисные здания. Здесь, к счастью, без жертв, но ущерб предприниматели подсчитывают до сих пор. Причина – замыкание противолетной системы под крышей. Произошло замыкание, где-то перебился этот кабель, в результате чего разгорание кровли произошло. Причины пожаров самые разные – от банальных невыключенных утюгов до преднамеренных поджогов, рассказывают в МЧС. Но чаще погорельцы все же виноваты сами, ведь вспыхнуть может как неисправная проводка в доме, так и диван, на котором уснули с сигаретой. Период новогодних праздников сотрудники МЧС называют одним из самых опасных. Именно поэтому они вводят особый противопожарный режим. Он будет длиться с 20 декабря по 10 января. И за это время сотрудники МЧС проверят все торговые центры города, а также новогодние елки и другие места массового скопления детей. Только в этом году в Татарстане на пожарах погиб 131 человек. Это на 20 больше, чем в прошлом году. Горели и крупные центры. Так большой пожар произошел в торговом комплексе «Порт». К счастью, никто не пострадал. О причинах возгорания сегодня спасатели говорить не стали, но рассказали, что были там с проверкой незадолго до инцидента. Система противопожарной защиты, в которой, я еще раз говорю, находилась на порту, они выполнили за свое назначение. Большое внимание в преддверии праздников в МЧС любителям новогоднего шоу и фейерверков. В этом году в Елабуге от петарды ожоги второй степени получил 12-летний мальчик, причем взрывной снаряд ему кинули за шиворот. Из-за таких шалостей в период противопожарной безопасности грозит административная ответственность и штраф от 2 до 4 тысяч рублей. Как казанцы соблюдают пожарную безопасность в своих домах, мы спросили у них. Когда ты выключаешь вещь, нужно это вслух проговаривать для себя. Я выключила утюг или я выключила газ. Противопожарную сигнализацию мы поставили. Все проверяем. Газ выключил, свет выключил. Спасатели напоминают решение проблем пожарные извещатели. Они уже спасли жизни 43-х татарстанцев, среди которых 20 детей. Сергей Хайдаров, Алмаз Единов, ТНВ, Татарстан. Редактор субтитров А.Семкин